В этом видео мы рассмотрим основные спутниковые группировки и принципы работы системы спутникового мониторинга. В целом схема довольно простая. Терминалы получают сигналы со спутников, которые позволяют определить местоположение и перемещение объекта. Собранная информация передается по различным каналам связи на сервере мониторинга и в результате видим трек. Каким образом вычисляются координаты? Основой является система навигации. Она состоит из трех сегментов. Первый сегмент космический. Это группировка спутников, которые летают по орбите Земли и посылают сигналы на поверхность. Второй сегмент наземный. Он включает в себя станции, необходимые для управления и контроля спутников. Система отслеживает текущее положение спутников, обновляет их орбитальное положение, а также выполняет калибровку, синхронизацию их атомных часов. Третий сегмент это терминалы. Они выступают в качестве приемника спутникового сигнала, который позволяет определять время и координаты местонахождения различных транспортных средств. Космический сегмент спроектирован таким образом, что в любой момент видимо минимум четыре спутника в любой точке земной поверхности. Почему именно четыре? Дело в том, что определение координат основано на измерении расстояния от приемника, то есть терминала, до спутников, положение которых известно с большой точностью. По расстоянию только от одного из спутников узнать местонахождение приемника не получится. Он может находиться в любой точке сферы вокруг спутника. Данные от второго спутника сужают область нахождения приемника до окружности. Информация третьего спутника дает нам наличие двух точек, одна из которых находится на поверхности, вторая либо в небе, либо под землей. И только данные четвертого спутника позволяют однозначно определить координаты. Таблица положения всех спутников называется альманах. Это общие данные, поэтому они не отличаются большой точностью и действительно от 30 дней до нескольких месяцев. Каждый спутник передает в своем сигнале весь альманах. Помимо этого спутники передают эфемериды. Это очень точные корректировки параметров орбит и часов для каждого спутника, которые нужны для точного определения координат. Каждый спутник передает только свои собственные эфемериды. Они действительно только в течение 30 минут. Для скорости определения координат очень важно состояние, в котором находился терминал перед началом работы. Если терминал включается впервые или после того, как его не использовали месяц или переместили на зрительное расстояние, это так называемый холодный старт. Первый же спутник, с которым была установлена связь, передает приемнику альманах, в котором содержится информация про основные параметры орбит каждого спутника космической группировки навигационной системы. Одного спутника для определения координат мало, поэтому терминал последовательно получает эфемериды каждого из четырех спутников и на основе уточненных данных вычисляет координаты. Теплый старт – это включение после более чем полчасового перерыва. Терминал уже имеет в памяти действующий альманах, поэтому на определение координат требуется гораздо меньше времени. И, наконец, включение после непродолжительного перерыва – горячий старт. Вся информация о размещении спутников уже есть в памяти терминала, поэтому определение координат происходит практически мгновенно. Существует четыре основные спутниковые системы для определения координат – американская GPS, российская GLONASS, европейская Galileo и китайская Beidou. Эти системы обладают набором спутников, которые вращаются по орбите Земли в разных плоскостях на высоте в пару десятков тысяч километров, транслируя сигналы на Землю по нескольким полосам частот. В настоящее время только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие земного шара – GPS и GLONASS. Метод измерения расстояния от спутника до антенны приемника основан на том, что скорость распространения радиоволн предполагается известной и постоянной. На самом деле на скорость влияет множество слабо предсказуемых факторов, список которых приведен в таблице. Из-за них увеличивается погрешность определения координат. Рассмотрим эти факторы более подробно. Во-первых, на своем пути к поверхности спутниковый сигнал проходит через ионосферу и тропосферу. Столкновение с ионами или водяным паром намедляет скорость прохождения сигнала, что может привести к ошибке в вычислении дальности. Этот эффект можно сравнить с преломлением луча света, проходящего через стекло. Во-вторых, сложное измерение может получиться из-за переотражения сигнала, когда он не достигает антенны по прямой, а сначала попадает на близлежащий объект, например, озеро или здание. В-третьих, причиной погрешности определения координат может стать ошибка атомных часов на спутниках, как бы ни была высока их точность. И, наконец, собственные шумы приемника могут забивать слабый сигнал со спутников. Для того, чтобы снизить погрешность, производители качественных терминалов применяют более современные электронные компоненты и специальные программные фильтры. Используя надежный высококачественный терминал Galileo Sky, вы получите максимально точный и достоверный трек в программе мониторинга.